Для Путина все эти внешние дела имеют значение в связи с президентскими выборами. Как это он будет выглядеть перед российским народом? Вот он вел эту войну в Сирию, идет огромная попродийская кампания, и, как казалось бы, это все выгодно, а сейчас черт его знает, черт его знает, как это все будет на самом деле выглядеть. И, конечно же, возникает вопрос, а что он будет тогда делать в связи с президентскими выборами? В прошлый раз я говорил вам, что обычно делают карнавал. Но вот видите, вы, чтобы электризировать более оппозиционно настроенное население, делали этот карнавал Навального. Но я вам говорил тогда, что один из методов, конечно, вести какие-то войны еще, но это очень опасно и непредсказуемыми последствиями. И, конечно, просто заниматься тем, чтобы пугать людей, что вот Путин – это единственный оплот стабильности, и если вы его не поддерживаете, тогда вот получите нестабильность России, бомбы, террористы и так далее и тому подобное. Это реально такая вещь. Другое дело, что вы должны понять, как это делается. Не надо думать, что те, которые взрывают, это не настоящие. Это настоящие террористы. И тут никаких сомнений нет. Но дело в том, что все-таки ситуация за эти все эти годы Путин развивалась. Если там под видом сахара взрывчатку, жилой дом тащили офицеры ФСБ старые времена, то теперь это не надо. Теперь уровень манипуляций более высок. У вас есть настоящие террористы, которые делают все это черное дело. Расстреливают, ставят бомбы и так далее и тому подобное. Вам нужно делать только то, чтобы они могли действовать. Вы не препятствуете их действиям, а позволяете им действовать. Конечно, вы контролируете, чтобы эти последствия не были катастрофическими. Но все же, так сказать, там несколько десятков убитых людей, ну какая-то проблема. Это не проблема для российских деятелей. Это мы же знаем прошлых лет. Поэтому есть, конечно, в Петербурге большое подозрение, что мы же знаем, что они купили петербургский метро дорогущую аппаратуру, чтобы выявить все эти оружия и взрывчатки. Есть, конечно, видите, это время, когда был взрыв, в городе был Путин, город был наводнен ФСОшниками, ФСБшниками, и все равно событие стало возможным. Но люди подозревают, что позволяли делать то, чтобы это событие стало возможным. И, конечно, идея в том, чтобы просто грозить населению, что если вы не будете, так сказать, вокруг Путина, может быть еще хуже. Конечно, после этого события и в связи с тем, что очень много у людей подозрений по поводу этого события, вы видите, что просто бросили на новостные ленты огромное количество новостей, где где-то там что-то, бытовой газ срывается, какой-то поезд куда-то едет, куда-то не то место, какая-то катастрофа. Это обычно делается, чтобы вести уже кампанию прикрытия, потому что событие уже прошло, результаты есть, неже всем уже это обсуждать, этот теракт. А лучше там обсуждайте какие-то другие происшествия, происшествия где-то там в общественном транспорте. Но, в общем-то, пока это так именно и выглядит. И, конечно, я все же думаю, что все же это не будет так, что будет какой-то массовый террор по всей России, что они там массово будут позволять террористам взрывать граждан. Все же я думаю, что до этого не дойдет, что это все-таки единичный такой пиар-акция. Вы знаете, что во время этого теракта в Петербурге было мероприятие Обширного народного фронта, и Путин там это все руководил этим мероприятием, выступал там, но все выглядит как пиар, конечно. Конечно, страшноватый пиар, с чудовищными последствиями, но все же, таким именно пиар-акцией это все и выглядит. Но надеем, что все же, так сказать, Россия нам повезет, и больше уже не нужно провести таких пиар-акций. Редактор субтитров А.Семкин